Я долго думала, какой же заказать набор косметики с Азона. Спина болит. Защемила. То мигрень, то спина. На этой неделе все против меня. Контент хочу делать. О, здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Я сегодня не орел, потому что я сегодня морская звезда. Очень красивая. Такие тут у меня ракушки. Это мне сода отправляли. Спасибо им за это. Огромное. Что-то за чемоданчик. Было бы хорошо, если бы он был с долларами. Но, к сожалению, там косметика. Давайте вместе открывать. Там уже опять все развалилось у меня 10 раз. Я его заказала очень давно. Наверное, в начале декабря. О, хей, хей, как дела? А может и раньше. Знаете, чего я ждала? Я ждала, пока выветрится этот отвратительный аромат лака. Я до сих пор понять не могу, почему оно так сильно воняло. У меня уже все тысячу распадало. Я долго думала, какой же заказать набор косметики с Азона. И заказала, вроде бы, самый дорогой. Вот эта вот вся вещь обошлась мне. Я сейчас посмотрю, я не помню. Сейчас он стоит 1448 рублей. Получается, примерно 1500 идет за такой замечательный чемодан. О, нашла. Я его купила 24 ноября за 2,290. То есть, я переплатила 800 рублей. Достаточно дорого. Цвет разноцветный. Бьюти-бокс-чемоданчик 2К. Бьюти с косметикой. Тень, румяна, помада, лак для ногтей. Подарочный косметический набор номер один. Это у меня вселенная вот за то, что я троллю. 24 предмета у нас тут в бьюти-кейсе. Потом посмотрим отзывы, потому что я просто не могу. Я очень долго думала, что же это такое. Оказывается, это футляр для теней. Сюда можно положить, наверное, какую-то палетку. Например, вот эту. Так, опа. Чуть нихера не опа. Оно не влазит. А, влезло. Вот такой футляр у нас для теней. Зеркало мне не искажает. Прикольно. Оно не закрывается. Ты, может, закроешься? Ребят, я не могу закрыть. Почему я так отворачиваюсь? Недавно хайлайтер с Алиэкспресс заказала. Оставайся ты из этого футляра. Блин, ребят, ни вашим, ни нашим. Короче, заказала я хайлайтер и не могла его открыть. Я открываю, и мне, короче, пластик летит прямо вот сюда. Я думаю, еще чуть-чуть, он бы мне улетел в глаз. Ух, громко было. Хайлайтер я вам этот принесу, который мне стрельнул вот сюда. Пидала. Diamond Jelly Highlighter Wonderlast. Хватит, да, вот такой. У меня видно. Начну я с румяшек. Даю целых три. Вот такой оттенок. За полторы тысячи вот это терпеть можно, а за 2,290 нельзя. Оно все воняло лаком. То есть румяна, тени. Я когда открыла, я очень сильно испугалась. Пигментация хорошая. Троллить я не буду, потому что это не подделка, но просто наборчик. Набор для начинающих. Легче купить себе набор, да, и начать хоть с чего-то, чем покупать отдельно себе хорошие вещи. Румяна для меня. Я их засвочила и что-то... Третьи румяшки. Шанель я тоже не прощаю то, что они люфтят, но значит и эти румяшки можно простить, да, такие вот оттенки. Здесь еще, кстати, идут кисти. Кисть как будто сделана из пластмассы. Ничего страшного, так как я сегодня клэун. Сначала вот эти бежевые. Вы бы видели эту кисть. Я ее вблизи снимать не очень хочу, потому что вы испугаетесь, ребята, я думаю. У румяшки, окей, очень нравится. Вот как это дело выглядит. Такая кистулина нам дается. Симпатичная кисть, ребята, отвратительная. Мало того, что она очень плотная, она еще и румяна расхламляет, но портит их. Они из-за этого пылят. То ли в кисти дело, то ли в румянах. Дрейпинг. Когда моя подружайка увидела этот чемоданчик, беру розовые румяшки, она сказала, что у нее такой же есть, только вот как косметичка. Кто покупает такие наборы? Я не спешу вас осуждать за то, что вы их покупаете. Поймите, что качество здесь ждать не надо. Да, вы, конечно, за полтора касса получаете очень много. Очень много некачественного дерьма, соответственно. Но и пока по румянам, да, судить мы не будем. И по кисти, которая стоит, дай боже, 20 рублей. Такие вот карточки. Developed and designed in Germany. Но если немецкая такое сделала, я буду грустить, да? У меня на самом деле защемила спина. Мне действительно больно. Знаете, почему беру хайлайтер? Ссылку в описании оставлю, она будет аффилированная. Спину мне защемило, потому что я сижу и не двигаюсь вообще практически нисколько. Физические нагрузки не только помогают сбросить лишний вес, но они еще помогают со стрессом справиться. А я вот неделю вообще ничего не делала. Вот мне спину-то и защемило. По факту, я вам не вру, у меня впервые такое. Красивый, да, отражатель хейтеров? Лучше его купить, чем этот наборчик сезона. У меня все еще стоит цель на этот год сбросить парочку килограммов. Пока что удалось сбросить только два. Говорю, у меня не совсем есть время ходить в зал. Время это деньги, да. Я лучше дома этим позанимаюсь. Вместе с Фитстарс, конечно же. Что такое Фитстарс? Если вы вдруг впервые слышите, что навряд ли... Фитстарс это онлайн-платформа с домашними тренировками, которые вы можете выполнять дома. Вам даже не нужны никакие дополнительные там штуки, гантели, что еще есть. Я не разбираюсь, поэтому не знаю. Вот когда я выполняю эти тренировки, знаете, у меня что в голове? Я хоть как-то отвлекаюсь от негативных мыслей о том, что сейчас придется оплатить налог. Правда, во время тренировок меня иногда кот покусывает, но потому что он тоже хочет тренироваться, а я ему не показываю тренировки, ибо нечего тут подглядывать за мной. Для себя вы можете подобрать любую тренировку. У них есть тренировки от 7 до 30 минут. То есть не хотите 30 минут скакать, бегать, прыгать, отжиматься? Пожалуйста, 7 минут попрыгали, этого хватит. Я вам когда-то говорила, что у них более полутора тысяч разнообразных тренировок. Так ребята Фитстарс досняли, и у них теперь больше 1600 тренировок на их платформе. Напоминаю, что это сайт, а не приложение. 112 программ у ребят есть. Похудение, растяжка, зумба, зарядки йога-пилатес и многое другое. Все тренировки сняты в очень качественном формате, то есть не на какой-то мыльницу. Все очень хорошо видно. И там понятно все объяснено, как делать упражнение какое-то конкретное. Но как вы помните, мой самый любимый раздел, это раздел с рецептами. Там даже калории указаны, очень удобно. В вашей подписке также есть обучающие курсы на тему здоровья, ребята мои хорошие. Под любой запрос. Вот мне сейчас нужна здоровая спина или здоровый позвоночник. Я обязательно поищу, потому что мне даже сидеть больно. Я отдохнуть не могу. У них есть курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. Если у вас есть дети, ребята, не забывайте, что с ними тоже надо заниматься, работать. И у Фитстарса есть тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Бублику пока что 2, поэтому он заниматься, к сожалению, не сможет. Я уже очень давно оформила безлимитную подписку, то есть вам доступ дается навсегда. И, конечно же, вам советую. Сейчас я буду по ходу тренироваться по программе «Это здоровая спина», потому что я не знаю, что случилось. Результатами я не делюсь, потому что я дома стеснительная. Так вот, по моему промокоду безлимитный доступ навсегда, ребята, ни на месяц, ни на год, вообще навсегда, будет стоить всего лишь 6 990 рублей. Почему так дешево? Потому что скидка 70%. Еще у Фитстарса есть беспроцентная рассрочка. Я видела, что там есть оплата долями. Фитстарса очень любит дарить подарки. На данный момент у них такая акция. Если вы купите себе подписку на год или навсегда, сделаете тренировки, то вы получите гарантированные подарки. Их можно все собрать. За одну тренировку вы получите гайд-рацион питания на одну неделю и бесплатную диагностическую сессию от Diatology Life. Ребята, я вижу, что за 5 тренировок вы получите продукцию здорового питания от производителя из Сибири ГК Диавеста. За 10 тренировок умные весы, а за 15 тренировок топовые курсы от нитологии. Все подарки можете собрать. И весы получите, и гайд получите, и курсы вообще топ просто. Мой промокод, пожалуйста. Надеюсь, что вы соберете все подарки. А мы продолжаем мучить меня. Да, хайлайтер дал какие-то полосы. Ну-ка, где он вообще? Куда его дело? Хайлайтер нашла. А вот и он. Вот он мне отстрельнул в глаз. Вообще осторожнее, ребята. Не в глаз, вот сюда. Еще бы чуть-чуть. Вообще страшно. Но он такой яркий немножечко, гелевый. Знаете, я бы с радостью перешла к помадам, но я хочу выбрать палетки. У меня их тут целых 4. 4 помады тоже. 2 карандаша для глаз и 2 для губ. Ну, а давайте начнем с палеток. Мне прям не терпится. Есть вот такая палеточка. Опа. Такая немножечко холодно-розовая, да, палетка. Тут сзади, кстати, информация есть. Вот этот набор, это уже лучше, чем набор от Шанель какой-нибудь, да. Но все же, все еще пахнет лаком. Проветривалась с ноября. Форда Пе Пире. 2K Marketing and Production GmbH. Made in China. Хорошо. Еще раз покажу вам. Еще раз покажу. Вот эта палеточка есть. Вот такая палетка уже немножко с цветом, да. Только цвет нам вбросили. Вот ее протестируем. Мне интересно. Думаю, вам тоже. Холодная эстетика что-то типа. Смоки. И ее хочу взять. Потому что, ну, что тестировать коричневые палетки, да. Ну, кому интересно. Вот в этой, например, только один матовый, да. Ага. Остальное цветины. Может, я их скомбинирую. Получается, что у меня не 4 палетки. У меня одна палетка, в которой... 6 на 4. 24. 24 цвета. Вот, да. И 4 помады. Блин, ребята, я не могу вообще. Мне так интересно все это сделать. Но я еще хочу посмотреть, оставить ли помада полоску. Но сначала сводчи. Ой, ничего не испортила. Первая помадка оттенок. Оттенка нет. Здесь наклейка 3 грамма. Нормально. Срок годности после открытия целых 24 месяца. Подождите, что помада пластмассовая, что ли? О, нет. Все рисует. Рисует все хорошо. Такая розовенькая. Знаете, что напомнила? И текстура, и вот эта вот упаковка. Маленькие магазинчики в небольших городах. Не знаю, как насчет там Москвы, Казани, больших городов. Не знаю, но у нас были маленькие магазинчики, и там стояли вот такие помадки. И приходишь, смотришь на витрине. Они стоят, а продавец на тебя так стоит. Он так смотрит. Типа, что тебе надо? Помадки не продам. Да что ж ты не рисуешь-то? О, Фуксия. Фуксия. Нет, это химия. Химия, химия. Ну, вы помните. Что у нас там? Синее. Далее есть вот такая красная. Lady in red. У меня спина болит. Я тут шутки шуткую. Знаете, мне на самом деле пойти лечь на коврик с иголками, а я вот тут сижу. Фуксию хочу, ребята. Вот красный, он такой, какой-то своеобразный. Больше даже розовый какой-то, да? Настолько сильно холодный, что больше вот это, да, Фуксия или это? Что тут является Фуксией? Сама помада красная. А что сводч-то такой? Сводч какой-то не такой. Жопу трогает ногой. Блин. Почему-то, когда мне больно, мне хочется отшучиваться, чтобы никто не видел мою боль. О, помада уже подтаяла. Ну, конечно, с ноября лежит уже середина мая. Ммм, это лучше всех рисует. Такая темная, красивая. Я сегодня клэун, поэтому подбирать помаду по своей эстетике я, конечно же, не буду. Я возьму вот это. Мне так хочется надеть такой цвет. Он меня радует, он вселяет в меня надежду. Весна, скоро лето. Сейчас как надену вот такой цвет и придам себе настроение. На самом деле, мне бы немножко серотонина с дофамином бахнуть, да, вот в мозг, пожалуйста, чтобы было настроение. А так, да, так сойдет. Сам чемодан, на самом деле, сделан очень качественно. Вот сама эта вещь. То есть, можно сказать, что... Блин, что-то измазалось. Можно сказать, что я 2290 с чем-то рублей заплатила именно за такую косметичку. Окей, два карандаша. Странно, что два карандаша, а помада... Ты что, не рисуешь? Ой, как скребет, ребят, скребет очень больно. Короче, два карандаша, а четыре помады. А мне чем? Это самое... Ой, твердый очень тоже этот. Но оттенок красивый. Я люблю такие персики. Персики такие симпатичные. Мне нравится. Еще раз давайте посмотрим. Вот. Четыре помады, но два карандаша. Это очень грустно. Но это не повод расстраиваться. Кто бы мне полоску сделал? Такое у меня предположение, что этот карандаш мне подойдет. Маленький карандашик такой. Карандаш для губ сложный, спорится. Но это вообще не пигментированный. Я сегодня хочу острые губежки. С таким резким подъемом. О, хорошо. Карандаш, кстати, ну, универсальный подойдет. Под все помады. Под все помады из этого набора имею в виду. Ладно. Помада. Ммм. Такая жирненькая. Ой, ребята. Вот знаете, мне нравится. Недавно ходила в этот, в Литуаль. И увидела в Сен-Лоран помаду похожего цвета. Вот в жизни она более яркая, чем на камере. Давайте я вас на максимум приближу. Если дотянусь. Ну, примерно. В зеркале она выглядит холоднее немного, чем на камере. В Сен-Лоран думала такую помаду купить. Я так троллировала, стояла сама себя. Думаю, ща куплю, ща куплю. Ой, какой цвет. А куда мне так? Ну, хотя знаете. Ну, вот в этом что-то есть. Что-то такое. Цвет добавить в мою повседневную грустную жизнь. На самом деле, я в основном одеваюсь в черно-белое. Не потому что я, типа, жирная, да. И поэтому не люблю цвет. Нет. Мне не идет. Это первое. А второе. Мне стирать так удобнее. Нахер мне цветные вещи. У меня только две цветные вещи есть. Обе красные. Рубашечка от Баслер. И свитер из лосевой кики. Все. Все остальное у меня черно-белое. Ладно. Переходим к теням уже. Потому что вы сейчас, наверное, заскучали у меня. Смотрите, я сегодня и румяная. И с помадой какой интересной. Зубы желтит? Ага, немножко. Праймер сегодня будет Wet n Wild. Я смешаю несколько палеток. Ведь если вы покупаете такую штуку, ну, у вас тоже все эти палетки есть. Возьму сначала. А что взять? Я не знаю. Вот здесь есть такой светлый. Как они ужасно открываются. Светлый такой растушевочный. И кисть же есть. Ой, ребята, вот вы меня, конечно, уж извините. И не обессудьте, что я этим пользоваться не буду. Послушайте. Оно как пластмасса нарезанное. Поэтому я, наверное, можно свою кисть возьму. Пожалуйста. Я беру шейдер. Так, сюда палеточки тогда поставлю на свой чемоданчик, чтобы удобнее было. Уберу вот этот холодный растушевочный. А сколько, кстати, граммов каждый? О, 0,9 в каждом рефиле. Неплохо. Набралось хорошо. Только воняло. Вообще, я говорю, я с ноября выветривала. Уже середина мая. На самом деле сейчас апрель. Но это вы-то в мае видос увидите. Потому что контент снимается за месяц. Правильно. Такое выветривалось с ноября по, ну, 27 апреля. Представляете? Как воняло. Жутко воняло. Жутко. Почему оно на складе не выветрилось? Оно ведь не только у меня лежало. В комоде. Я вообще про этот чемодан забыла по факту. Что-то пылит, блин. О, зато убирается очень легко. Я про этот чемодан забыла. Я не знала про него. Вот. И он, да, выветривался. Почему я вообще ввела разговор? Теперь из этой палеточки беру коричневый. На эту же кисть. Что мне новую брать? Тени такие немножко как будто резиновые. Набираются очень даже неплохо. Я знаете, на кого похожа? Это Лебедь. Лебедь. Фамилия-то Лебедь. Кристина Лебедь. Ей очень идут помады цвета Фукси. Вот такой. А я какая-то сразу. О, Барби. Этот глаз я специально делаю такой для себя нетипичный. И здесь я сделаю какую-нибудь такую штуку. Приколюху какую. Так, у нас еще есть вообще-то этот самый. Скажите, кто, пожалуйста, карандаш для глаз? Сейчас я его достану. У меня их тут два. Коричневый и черный. Еще есть кисти для бровей. Но вот что не хочу даже показывать. Придется. Придется показать. Блин, цепанула ногтем карандаш. Черный открываю. Ну, хороший такой жирный карандаш. Черным стрелу сейчас нарисую. Шейтан коричневый на это, на слизистую. Он туда не наносится, поэтому пущу акцентом на нижнее веко. Макияж я все равно сделаю хороший. Как хорошо, что это Непаль, да? Назвали вот Y2K что-то там. 2K и все. 2K Beauty. Мы готовы. Сейчас еще покажу кисти. Подождите, вы бы это видели. Кисть для бровей у меня раньше такая была. Я ей расчесывала непонятно что. Но вот это чесать. Когти коню. У коня нет когтей эти. Копыта. О, такая щетка. Ну или обувь чистить. Это вообще ужас. Качество, конечно, у набора не на 2,290. А это что? Типа кисть для... Для чего? Просто я не могу. Это кисти для гуаши. Вообще маслом... У меня мама иногда рисует такими плотными кистями. Маслом она любит. Картины красивые делает. Показать не могу. Она не разрешает. Окей, стрелочку. Надо нижнее веко растушевать. Что возьмем? Я склоню. Ой, вот знаете что? Я сейчас что-то слушала. У меня в голове была песня какая-то. Песня Агаты Кристи. Беру портвейн, иду домой. Вот эта песня у меня. В голове что-то с утра была. Я думаю, дай послушаю. Вы не поверите. Я ее слушала по кругу. Ладно. Все, все. Угомонились. Вот у меня все пахло ацетоном. Тени, румяна. Не ацетоном, лаком. Извините, оговорилась. Да и ацетоном. Всем вместе, блин, воняло. Даже румяна, тени, карандаши. И я подумала, ну как так? Что оно такое вонючее-то? Мне тогда контента не хватало, и надо было скорее снимать. Я подумала, не, ну такая вонючка. Я же задохнусь. Так, карандаш. Прямые линии рисуют хорошо. А когда я пытаюсь заполнить, он такими слоями от этого отваливается, что ли. А еще знаете что? Мне должен был курьер привезти посылочку с Литуаль. Мне звонят и говорят, только после майских праздников. Я говорю, подождите, что-то тут не то. Типа мы привезем, вам сами с почты заберите. А за что я платила за курьерскую доставку? Аж в спину отдала. Зачем я платила? Нет, у меня бесплатная курьерская доставка, но все же. А вот если бы я заплатила после майских праздников? А мне некогда, я работаю. Нет. Тогда уже сама дойду до почты. Неприятно, конечно. У меня там две посылки идут. Самой идти придется. Благо очередей хоть нет на этой почте больше. Потому что я хожу, когда у них обычно перерыв, а у них так меняется расписание вообще постоянно. То есть перерыв, то нет. Я прихожу в перерыв. Его нет. Ну, с часу до двух, когда людей тоже нет. Даже в том, смешного, конечно, вышло. Но интересный такой макияжик простенький. Сколько можно делать? Каткриза, правильно? Правильно. Туши у меня нет. У меня есть только туша. Поэтому я перехожу с... Ребята, я буду жаловаться сегодня все видосы на свою спину. Когда не ценишь, да? Я сегодня с утра проснулась и подумала, вау, сегодня нет мигрени. Как хорошо. А потом такая, ить, и все, спину защемила. Кстати, надеемся, что к дню выхода этого видео спина уже расщимет. Да? Да? Расщимет. Хер знает. Чем больше я вижу себя в этой помаде, тем больше мне такое нравится. Никому не говорите. Это будет наш секрет. Так, беру вот эту тенюшку розовую. Мне так... А, мы никакой металлик не нанесли. Сейчас нанесем. Сейчас вот эту... Секунду. Так, я хочу вот из этой палетки взять сияшку. Нет, не розовую. Вот эту сияшку взять в уголочек. И поставить в уголок, чтобы никто не уволок. Я за справедливость. За справедливость имею в виду, что я кисти чищу каждый раз. Чтобы не... Куда смотрю. Чтобы не было такого. Вот сюда добавлю. О, да. Я моднявая такая. О, высветлила себе уголочек. Хм. А что еще добавим? Мне так нравится, особенно в этих каталогах. Типа и Фрашену, и Фраша вроде не так. Однако Эйвана и Рифлейм у них всегда там. Сэмпань, пион, яркая жемчужина, цветастая лилия. Из одних названий только можно читать, сидеть и читать. Это сатины. Понятное дело, никто тут металлики за 2,900, 2,290. Никто металлики мне тут не даст. Переходим сюда, наконец-то. Я теперь возьму другой праймер. Ведь надо все протестировать. Это праймер от Лимони. Ребята, я не могу вообще нарадоваться, что кто-то из вас мне когда-то посоветовали этот праймер. Я к вашим советам прислушиваюсь. Все читаю. Да, могу не ответить, но знаете что? Каждый комментарий до меня доходит. Я лично сижу и читаю. Отвечаю. Бывает, что у меня времени нет на ответы, но я стараюсь замечать все. И лайки иногда не ставлю, но читаю, честно. Вот тут что-то пошло не так. Внутренний угол, я знаю, завивается, что пока не завиваться. Трэнш. Мне очень интересно посмотреть на розовый, но в то же время здесь есть симпатичный зеленый сатин. Что будем делать? Я предлагаю сделать стандартную схему. Половиночка такая, половиночка другая. В этот раз я возьму натуральную кисть и беру серый, соответственно, из палетки. Хорошо набрался. Чуть не ожидала я такого пигмента. Это у меня кисть заева. Помню, что вы просили называть. 2-3-1 люкс аппетит крис. Мне она очень нравится. Беру портвейн. Извините. Я портвейн не пью на самом деле. А представляете, я сейчас только поняла. Я даже не пробовала портвейн-то ни разу в жизни. Как я могу его брать и идти домой? Вся футболочка у меня измазалась. Так, теперь розовый. Самое интересное, это набрать... Надеюсь, что вы видите, что я набираю розовый. А розовый и розовый... Вот что-то мне вот стукнуло, знаете, 28. И спина. И спина заболела. И пошла жара на вот эти песни. На ковре вертолете. Вот раньше, да? Блин, мам, выключи этого своего там, не знаю, любого Успенскую. Пожалуйста, не надо. Сейчас городской шалман. Жизнь пропащая. Сидишь вот туда, да? Поешь там... Ну, не знаю, как вы, но я сижу, пою целыми днями. Или еще есть это у Любови. Родительный поддержь имени Любовь. Любови Успенской. Блин, Павел Аштапов, не ругай меня, пожалуйста. У нее есть трек. Смотрю и пропадаю я. Пропадаю. Ну, вообще, прям вот за душу берет. Но я это слушала поначалу так по приколу. Типа, ой, ну, ла-ла-ла. А в детстве так мне вообще не нравилось. Ну, потому что я помню себя, ну, с раннего возраста. Да, те не чуть потускнели, но стушевались между собой вообще очень даже хорошо. Слушайте, ну, как так-то? Как? Как, 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 дилер? Я мелкая, помню, кто-нибудь смотрит новости, да? И ты приходишь там, сидишь, что-то играешь и слышишь следующее. В стране... Вертолет... Президент России... Президент Казахстана. И провели телефонный разговор по поводу... Я вот так слышала. Я вообще... Не знаю, у всех ли так, но, наверное, да. Ведь дети учат язык через общение. Здесь могла быть интеграция того, что я подготавливаю к ЕГЭ, но нет. Я себя рекламировать не буду. Это я вырежу. Нет. Я несу бред. Моя любимая кист... А что у меня все в это? В блестках непонятных. Ну-ка, нахер отсюда. Моя любимая кистулина. И вниз я возьму розовый, а потом сверху сатин фиолетовый бахну. Ну, какой хороший набор. Просто раз... Чудесный. Расцвела. Сирень в моем садочке. У нас с вами сегодня, ребята, какой-то день старых песен о главном. Отвечаю. Не, ну, любовь Успенская со своим городским шалманом и пропащей жизнью. Это прямо... Да, чувствую прям. Чувствую вас, любовь Успенская. Мне нравится. Ну, где ты был? Ладно, я не знаю. Этот трек мне не нравится. Я знаю только первые слова. Хорошие тени здесь, хорошие. Но напоминаю, что я купила за две с лишним. Даже за полторы брать не надо, ребят. Лучше купите себе однушку розовую. Но не этот набор. Ну, нахера он вам. Хотя я вот пытаюсь понять, да, кому он понадобится. Плюсы его найти. Я здесь вообще все испогоняла просто в хлам. Найти плюсы этого набора. А я не могу. Я бы покупать сама себе в личное пользование не стала. И друзьям дарить, да. Потому что, вау, классно на подарок. Такой чемодан. Все и сразу. Все и сразу. За две тысячи. Вы лучше купите что-нибудь за тысячу. Например. Что-то одно. Это лучше, чем набор с нерабочими кистями, например. Как здесь. Ладно, я обещала нижний глаз пустить этот, скажите, кого? Сатин. Здесь их два. Оба одинаковые. Практически ничем не отличаются. Я возьму вот этот тот, что посветлее. Посветлее. Так. А сюда не пойдет. Ну, вот так вот. Уголочек. Не, ну, любовь успенская, конечно. Наливай, Валерка. Сегодня все гуляем. Хм. Так как у меня нет карандашей, тут никаких, блин, я зеленый взять хотела. Ну, ладно. Ничего страшного. Не взяла я и не взяла. Мне захотелось взять карандаш, который я очень не люблю от РАД. Но я возьму вот этот от Голден Роуз. Зелененький. Как вы видели, я работала без подложек, но на праймере. Однако, если вы хотите поярче, то, ребята, подложка из карандаша. Опять Голден Роуз. И сделаю нижний век поярче. Короче, подложка из карандаша. И все будет прекрасно, конечно же. Я хочу... Не хочу я брать вот эти сатины все. Нет. Наверное, нет. Сто лет не брала вот эту палетку Крипто. Вот так. Здесь металлики. Да, давайте что-нибудь отсюда возьму. На кисть, на кисть. Я не буду набирать на палец Influence Beauty. Ой, не буду. Ой, не буду. Так. Беру самый центральный оттенок. Второй во втором ряду. Слева, справа. Все время второй. Ой, блядь. Надо было взять клей, но он такой желейный этот металлик. Что, знаете, он на клею скатается. Поэтому и так сойдет. Почеркнет всю текстуру века, если на клей нанести. Поэтому не надо наклеить. Красота. Вот. Стоит не 2000 эта палетка. Не, я ее брала за... Я не помню, за сколько. 100 лет назад покупала. В магните брала. Сейчас новую коллекцию жду. Не знаю, дождалась ли я ее. К покупке имею в виду. Ну, симпатично. А мне нравится. Вот эта палетка такая прикольная. Да, я помню, я ее похвалила. Ну что, ребята. Я пойду сделаю здесь нормальную стрелу. Рейс не наклею. Вернусь к вам. Будем сводчить палетки. Не знаю, конечно, зачем. Может, не будем. Я еще подумаю. И расскажу вам свое мнение по поводу этого чемодала. Ну, потому что кому-то он все-таки нужен. О, готово. Я... Вот. Вы не поверите. Мне очень нравится цвет помады. Из-за того, что у меня губеха цепляется за септу, у меня тут разводы розовые. Ой, трэш смешно. Ну что, готово, да? Мне очень нравится, кстати, отражатель хейтеров. Ребята, ссылку, как я и обещала, я оставлю в описании, но, пожалуйста, будьте внимательнее. У меня все ссылки на Алиэкспресс не аффилированы. Все подробности есть в описании, то есть цена для вас не меняется, однако я имею монету с этого. Поэтому будьте осторожны. Тушь у меня сегодня вот эта моя любимая. Ну, моя любимая. Как одна из Luxe Visage XXL красная, которая мне очень нравится. Очень нравится эта тушь. Лайнер я решила взять вот этот от Vivienne Subo в коллаборации с Red Autumn. Нравится лайнер. Хорош, хорош, стойкий. Что самое интересное? Мне нравится макияж. Мне нравится то, что у меня получилось. Однако это не говорит о том, что надо бежать и покупать чемоданчик с косметикой. Блин, что сводчи сделаем? Давайте парочку хотя бы вот из этой палетки, да? Потому что зачем сводчить все? Ну, понятное дело, что тени среднего качества, да? Лучше купить что-то уж другое себе, чем это. Потому что даже если вы хотите тени отсюда, то все остальное не совсем рабочие. Помады, ладно, рабочие. Так, это у меня что? Какая палетка? Другая коричневая палетка. Такие тут... А, тут пусто. Такие сводчики. Сводчица палетка хорошо, понятное дело, что лучше на подложках работать. Если вы начинающий визажист, то думаете, а возьму-ка я такой чемоданчик. Не надо брать такой чемоданчик. Я думаю, что это как с наборами для ногтей. Теперь вот эту сводчу. Мне интересно белый посмотреть. Так, один-два сводча, как всегда. Не надо брать... Это что? Такой цвет красивый. Черный, что ли? И белый. Ну, белый. Ничего не стоило от него ожидать. Не надо брать такой наборчик. Потому что, ну, вы платите, считайте, за чемодан. И что еще качественное? За помаду. Ну, такие помады на 16,88 можно найти вообще, блин, по одному юаню. Один юань 10 рублей примерно. Может, сейчас уже и 20. Я не знаю. Сто лет не смотрела курс юаня к рублю. И розовая палетка. Ну, такая палетка нормальная. В принципе, качество Make a Revolution. Нет, у Make a Revolution все-таки палетки будут получше. Эти такие. Ну, такие. Не надо, ребят. Не надо покупать себе этот чемоданчик. Нахер он вам сдался? Даже, повторюсь, если вы еще начинаете только, то... Ну, блин. Купите вон люкс, визаж, что-нибудь там. Палетка от Belor Design, которая Nude Harmony. Это же Belor Design. А то столько брендов белорусских. Я всегда путаюсь. 500 рублей там, 400 стоит. А никак чемодан за 290 рублей я отдала. Знала бы, что он подешевеет. Купила бы и сейчас. Ну что, разбираемся с чемоданом. Лаки я, понятное дело, не тестировала. Потому что ногти это не мое, не моя атмосфера. Кисти, да, тут сколько нам говорили здесь вещей в комплекте. 24 у меня, получается, я насчитала. Может быть, я что-то не так сосчитала. Ну, короче, ну куда оно вам, да? Ну, куда? Хотя говорю, когда моя подружайка увидела, она такая, вау, тут и помада, и румяна. Но это кажется, что вау, я ее переубедила. В этом надеюсь, что и вас смогу переубедить. Если вы не разбираетесь в косметосе, это ноу-нейм, да? Вас навряд ли обсыпят, потому что это идет, походу, контрактное производство. Да, вот это 2 кей... Ох, май гад, спина. Потому что, походу, это идет контрактное производство 2 кей бьюти. То есть, ну, каждая вещь тут обошлась производителю этого чемодана примерно. Ну, что-то, может, даже 10 копеек от юаня. То есть, ну, представляете себе стоимость. Сам такой чемодан стоит юаней 50, я предположу. То есть, даже меньше, ну, это если вы у производителя покупаете. Самому производителю у производства чемодана обошлось рублей в максимум, максимум 200 рублей. То есть, румяна по 10 рублей. Я почему в этом так уверена? Потому что я разбираюсь в производстве косметоса и знаю, что сколько стоит примерно. То есть, если вы напишите на завод, то вам скажут, ну, смотря какая партия, да, от 600 единиц, то карандашик выйдет, наверное, ну, и рублей 20. А если еще больше, так и того дешевле. Качество здесь вообще не очень хорошее, особенно у кистей. То есть, кисти сразу, на кисти сразу не надейтесь. Кисти вы не получаете. Чехол вот этот для теней, ну, зачем он? Тоже его как единицу не считаем. Потому что он, когда туда тени пихаете, кладете. Потому что, когда вы туда тени кладете, в этот чехол для теней, он просто не закрывается. Думаю, что вы видели это в начале видоса. Помада, да, хорошая, но, ребят, ради помад покупать целый чемодан. То есть, тут для меня рабочая только помада. Ладно, может быть, лаки тоже рабочие. Нейл ворниш, вообще, по-моему, нейл палыш. Но я могу ошибаться, ведь я не знаю английский. Я в школе учила древнегреческий, поэтому, к сожалению, английский мне не дано знать. И карандаши тут нормальные, да. Но то же самое можно купить поштучно, выйдет дешевле. То есть, если вы хотите карандаш от No Name бренда, что-то вот непонятное, то дешевле это все найти на Алишке. А если вы хитрее очень, то на Таобао. А если вы еще хитрее, то на оптовом сайте. Но не на Алибабе, а на другом оптовом сайте. Можно найти все это же самое, по 2 юаня там буквально. Но вам придется заказать партию минимум из 10 карандашей. Но некоторые продавцы партии продают по 3 штуки. Поэтому, да, такие чемоданы, они, ну, понятное дело, что некачественные. Ожидать от них не стоит чего-то хорошего. Румяна вот эти, ну да, более-менее пигментированы. Но я их наносила этой кистью отвратительной. Может, поэтому они так плохо нанеслись. Остальное, ну, говорю, повторюсь, опять-таки. Карандаш, да, ну, нормальный карандаш. Но на слизистой коричневой не держался. Он ушел чуть ли не сразу же. Надо покупать такой чемодан? Да нет, конечно, блин, ребят, даже полторы тысячи. Ну, сэкономьте свои деньги. Хоть я заплатила на 800 рублей больше. Конечно, не стоит. Давайте глянем отзывы. Мне очень интересно. А еще я сегодня рада, что наконец-то отключила телефон. Хотя курьера ждала. Он мне, походу, звонил. Я ему перезваниваю. Там отвечает, как будто сам человек. Номер не обслуживается. Думаю, да и нахера ты мне тогда звонил? Коли номер твой не обслужится. 4 966 отзывов. Кто купил? Сколько людей купили? Можно? Нет? Нельзя. Почему Wildberries пишет, сколько людей купили, а Zon пишет только количество отзывов? Тени для век. Состав, надо же. Очень ответственный продавец. Целевая аудитория. Взрослая. Область использования. Область вокруг глаз, губы, лицо. А когти? Нет? 24 оттенка теней для век с широким цветовым спектром. Ну да, выходит 24. Так, отзывы, отзывы. Достоинства палетки, недостатки, цвета, качество. А вы чего ожидали? Что он положит хорошую вещь в чемоданчик? Человеку, что купили чемодан и недовольны, продавец отвечает. Добрый день, производитель немецкой компании 2K Marketing and Product. А, тут на немецком. Гэмбэхэ. Производственная площадка в Китае. Вся косметика соответствует европейским нормам. Достоинства, много всего, недостатков нет. Брала девочке на 12 лет. Ей понравилось. Ну, для ребенка, да, маленького, вот, ну, 12 лет, там, еще меньше. Да, это будет весело и прикольно. Да, вот если судить с такой позиции, а то я только со своего, да, со своей колокольной смотрю, так тоже не делается. Ребенку подарить можно. Потому что, действительно, ну, нормально это, контрактное производство, это хорошо, не какой-то Шанель, тут не написано, не Тиор. Можно подарить детям. Но, если вы хотите качественный макияж, на меня не смотрите, я из говна и веток нормальный макияж сделаю, а вот из этого и подавно. Здесь нормальные тени, но для детей, да, то есть не надо. Недостатки для снятия лака, нужна жидкость. Да купите, вы что, думали лак снимать скотчем, что ли? Ну, это смешно. Красивый, компактный чемоданчик и содержимое, соответствует описанию. Девочка была в восторге, рекомендую. Хорошо. Все, отлично, недостатки, минус только один. Внутри ящичка, подставка под все детальки вообще ужасная. Было бы идеально, если бы сделали из более прочного пластика. Брал жене просто так, чтобы порадовать. Жене понравилось, все на месте, все целое, упаковано. Почему-то, когда пишут, что брал жене, я от чего-то особо не верю. Только про Шанель заговорили, ребят, представляете, меня МакБук прослушает, мне тут тушмак за 495 рублей. Наборчик Шанель за 1000 рублей. Я этот наборчик на другом сайте видела за 300. Ну, кто смотрел видео от 3 мая, думаю, прекрасно это помнит. И значит, что наборчик вот этот, да, детям, да. Себе, если краситься на каждый день, в принципе, хватит. Тут почти грамм теней в каждом эфире 0.9, помады по 3 грамма, очень, конечно, хорошо. Но за 2.200 вы получаете 4 помады, 4 палетки, 2 рабочих румяна, дни, ну, как пудра, можно сказать. И все. That's all, folks. Это слишком дорого. За полторы тысячи? Да нахера? She's got a point. Ну, что, все 4 помады будете использовать? Не верю. Вот не верю. Не надо мне тут это самое. Потому что даже я, когда заказывала наборы... Например, мой первый набор помад был от Pat McGrath. Там было 3 миниатюрки. Я истерла оттенок 1995. Там еще был Omi. Omi я так и не смогла до конца допользовать, но использовала половину. И третий оттенок тоже только половину. Еще у меня был набор помад от Too Faced. Есть 2 раза 2 новогодних набора. Я одну помаду использовала в ноль, другую красную половину и 2 другие я не пользовала. То есть я не верю, что есть человек, который покупает набор помад и использует каждую. Я не верю. Ну, потому что я по себе сужу. Если вам надо 4 таких помады интересных, конечно, берите. Не слушайте меня. Кто я такая? Тварь я дружащая, как говорится. Или право имею? Имею право не советовать вам этот наборчик, потому что смысла нет. Но 4 тысячи отзывов это только те, кто написали. Я, например, не писала отзыв. Представляете, сколько там покупок? Озон. Почему не говорит? Либо я не вижу. Где там указано, сколько купили, сколько отзывов. Хер знает. На Озоне вообще черт ногу сломит. Я люблю Озон, да. Но я ни хера не понимаю там. Но того, бога, было в разы понятнее. Значит, что? Макияж хороший. Тени тускнели. Кстати, серый уже потускнел очень сильно. И, да, не забывайте про Fit Stars, пожалуйста. Есть ли у вас такой чемодан? Ребят, скажите мне. Будет очень интересно. Пользуетесь ли вы им? Может, вы со мной не согласны? И скажите, ой, какая-то блогерка сидит тут, бухтит на мой чемодан. Мне он нравится. Он качественный, да? Но он не стоит полторы тысячи. Тем более, две двести с лишним. Да, конечно, вложений в этот видос было много. Но зато косметика качественная. То есть, не дерьмо какой-то, да? Не дерьмо. Но и не за две двести. Извините меня. Вывод такой решать уже вам. Как вам мой макияж? Мне очень нравится эта помада. Кстати, вот с этой длиной такие помады и надо носить. Яркие, летние, сочные. На зубы их тоже надо наносить обязательно. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео не на Деллу, а на лицо, а понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на мой Телеграм, потому что там весело. Да, там весело, ребята, всех люблю. Всем пока. Ох, ладно. Не вздохнуть, серьезно, не подвинуться. Как мне сегодня работать? Ах, хер знает. Ребята, сегодня у меня немножко болит спина. Но, как всегда, новый день, новая болезнь, как говорится. Я как-то случайно дернулась и защемила себе спину. Наверное, я это вырежу, блядь. Ей очень идет такая фуксовая. Ей очень идет, ей очень... Мама, ради бога, я ни капли не пьяна. И не одинока, и не просто влюблена. Ребята, ссылку я, как и обещала... Блядь, не шуми. Я не могу сделать лишнее движение, потому что у меня жутко отдает спину. Я сегодня с утра решила поплясать, повеселиться под меренги. А вы знаете, как меренги танцуются? Думаю, знаете. И меня так спину не защемляло, наверное, полгода. Но не в съемочный же день, блядь. Не в съемочный день. Спина, пожалуйста. Я уже на коврике полежала. И супрафен выпила. Я не знаю, короче, что делать. Кот пришел, как всегда. Он слышит чмок-флобок и приходит. А я ухожу. Понимаете? Ухожу. Без него, без него судьба другая. Че меня всштырило? Сберно, что ли? Не верю. У.